Эта история произошла в Новокузнецке. Жила там бабушка одна. Когда ушел ее дедушка, загрустила она, некому стало ее возить на дачу, да и вообще тоскливо ей стало даже поговорить не с кем. Подарили ей родственники сотовый телефон, а пятилетняя внучка возьми да и скажи, ну вот бабуля, теперь можешь с ними общаться, желать им чего-нибудь. Да как же, это ж деньжища какие надо. Ну, первые десять минут бесплатные. У бабы Нюры созрел план. Она завела себе тетрадку, куда записала всех знакомых и родственников, разбила четко по времени, кому и когда нужно звонить. Разговор был примерно такой. Здравствуйте, это баба Нюра. С медовым спасом вас. Не забудьте взять зонтик. Дождь обещали. Спасибо, баба Нюра. Ровно десять секунд. Обычно она поздравлялась с каким-то праздником и давала добрый совет. Советы были настолько приятными и милыми, что про нее на местном телевидении сделали сюжет, после которого местный мобильный оператор дал ей номера телефонов своих абонентов. Через три месяца в городе все стали знать бабу Нюру. Считалось, что если случайному человеку позвонила она, то день у этого человека будет счастливый. В очереди на почте спокойно можно было услышать. Спасибо, баба Нюра. Вы тоже не забудьте поесть. Здоровья. Я сам слышала знакомых, но никогда не верил, как в один раз на мой телефон позвонила с неизвестного номера. Здравствуйте, это баба Нюра. С Пасхой вас. Улыбнитесь солнцу. Спасибо, баба Нюра. Ты сделала мой день. Это было так просто и так хорошо. Я вспомнила свою бабушку, посмотрела на солнце и улыбнулся. Автор Александр Бессонов. Автор Александр Бессонов.